Приветствую вас и понимаю ваши переживания, ваши чувства. Очень хорошо понимаю, что вам хочется помочь своим родителям. Очень хорошо понимаю, что вы не видите сейчас для себя другого выхода, кроме того, как работать на той работе, где платят более или менее достойную зарплату, чтобы помогать своим папе и маме. Но из вашего сообщения вытекает и становится понятно, что вы находитесь на грани, на очень серьезной грани морального и физического истощения. И из-за того, что вам работа не нравится, из-за того, то она отнимает, как вы говорите, много ваших душевных и физических сил. Вы, таким образом, базуете, превращает свою жизнь в ад. Вы делаете ее целиком и полностью, состоящей из негатива, из постоянного превозмогания, из постоянного насилия над собой. И я не думаю, что родители, ваши родители желают для вас именно такого. Я не думаю, что ваши родители, которые любят вас, которые хотят вам самого лучшего, хотят, чтобы вы были счастливы, согласны с тем, что вы работаете вот так вот на износ, вот так вот истязая себя. Потому что для них, для ваших родителей, самое главное, это ваше шествие. Самое главное, это ваше здоровье, ваша успешность. И не нужно, не нужно обрадовать себя тем, что вы делаете это для них. Вы сказали, что не знаете, с кем хотели бы заниматься. Вы сказали, что не уверены относительно того, что вам интересно, что вам нравится, что по душе и так далее. Я думаю, что пока вы находитесь на этой должности, вы не сможете узнать, что вам интересно. Потому что сперва и для начала вам нужно отдохнуть, а потом, если потребуется, работать на двух работах, тем самым обеспечивая прежний доход. Но по крайней мере, работает там, где вам легче. Я думаю, что то, что вы написали, является следствием вашей нерешительности. Нерешительность в том, чтобы менять свою жизнь. Нерешительность в том, чтобы принимать решения, которые вам не очень понравятся. И так уж, к сожалению, бывает, что для того, чтобы в жизни что-то изменилось, нужно рисковать. А вы готовы рискнуть, чтобы быть счастливой? Если нет, то почему? Что вас удерживает от этого? Думаю, вам нужно сесть вместе с родителями, которым вы помогаете, сесть с ними и поговорить. Обсудить вашу дальнейшую жизнь. Обсудить то, что вы будете делать сами. Обсудить то, что будут делать они. И обсудить то, как можно им помочь. Но так, чтобы вы при этом не приносили себя в жертву. Чтобы вы при этом сохранили себя для вашей будущей семьи, для детей, для любимого человека, для друзей. Я думаю, именно этого хотят ваши родители. Поэтому, в первую очередь, прежде чем ради них совершать такой поступок, не спросите у них, а чего они хотят. Вы обсудите с ними это. И уверен, сможете прийти к определенному решению. И тогда ваша жизнь наладится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку к Богу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...